Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки. У нас тут продолжается ферма. И, в общем-то, как обычно, что у нас происходит? Во-первых, у нас есть два поля с интересной травой. И наша задача их сегодня убрать. В принципе, можно и начать с этого. Уборка будет долгой, поэтому пускай они едут и убирают. Хотя, на самом деле, нет. Я, друзья, думал сегодня немножко привести в порядок автодрайв на базе и прописать всем парковки. И для нашего комбайна, в общем-то, идеальное место парковки будет вот здесь. Хотя, на самом деле, можно его сейчас сюда вот запихнуть и отправить убирать. Правильно? Правильно. И хороший вопрос, как у нас называется эта точка парковка Трост Комбайн? Вот она, парковка Трост Комбайн. Мы ее переименуем. Будет называться парковка Лексион. И назначаем жатке и комбайну, в общем-то, это место для парковки. Можно даже проверить, чтобы он туда приезжал, останавливался там, где надо. О, какой молодец, да? И все, можно будет даже дверь закрывать, и он не будет стоять на улице. Это прекрасно. Погнали, поставим его в уборку. Отправляем его со стартовой точки и поле ему выбираем. Номер... Это у нас поле номер 44. Все, он работает. Это надолго, конечно, но ладно. Также с этим товарищем у нас пойдет работать наша возилка, которой я возил удобрения. Кстати, надо посмотреть, что у нас с удобрениями там. Ила хватает. Воды. Воды мало. Воду надо привезти. Удобрений пока даже на прицеп не насобиралось, поэтому отправляем его кататься. Хотя, с другой стороны, давайте ему тоже парковочное место какое-нибудь найдем. И знаете, какое парковочное место мне нравится? Которое вот здесь вот на полянке. Здесь они тоже есть. Вот парковка зерновой. Слушайте, идеально. Да-да, я вижу, что ты уже забился. Я знаю, что ты быстрый. Парковка зерновоз. А тут есть парковка комбайн класс. Пускай будет так. У нас потом появится какой-нибудь другой комбайн, туда и поставим. Соответственно, прицепу и этому самому трактору назначаем парковку зерновоз. И отправляем его работать с комбайном на поле номер 44. Все, друг, погнал. Далее. Кому еще нужно парковочное место? Вот тебе, друг, надо парковочное место. А тут около цистерны стоишь. Но, кстати, путь к воде у нас идет через парковки. Мне это не очень нравится. Я не знаю, как сделать так, чтобы он их объезжал. Вроде как вот максимальный объезд стоит. И вроде как вот он должен ехать вокруг. Но он вокруг не едет. Хотя маршрут вокруг как бы ж есть. Да, тяжело с этим так вот на вскидку все разобраться. Но я маршрут вижу. Он есть, он проложен и все там хорошо. То есть он должен, по сути дела, ездить вокруг. Нет, не должен, я понял. Вот отсюда надо сделать поворот направо. Соответственно, рисуем тогда. Так, вроде как вот так вот это примерно должно быть. Когда карту открываешь этого самого карту автодрайва, фпс просаживается до 23. Это даже немного грустно. Так, и вот эти вот точки тоже надо соединить. И все у нас будет огонь. Тогда, парковочное место. Какое мы тебе выберем? Я думаю, что на самом деле маленький трактор, маленькая вот эта вот штука. Можно и сюда его в ангар куда-нибудь загонять. Например, вот сюда. Есть ли здесь парковочное место? Парковка плуга. Давайте ее, собственно, и займем. Ну вот, парковка плуга. Переименовываем ее парковка водовоз. И, соответственно, эту самую парковку и назначаем. Все, отлично. Он маленький, он должен в нее нормально заезжать. А с этим мы разобрались. Ну и товарищ, надо отправить возить воду. А сколько у нас там на 50 кубов бочка, да? Да, 50 кубов. То есть 6 полных раз ему можно съездить, и все будет нормально. А еще мы, знаете, что сделаем? Мы здесь поставим в настройках парковать по завершению. Вот так вот. Соответственно, вода 6 раз даже стояла. Видимо, в прошлый раз я то же самое насчитал. И вроде как он должен будет нормально доехать. И после того, как он отвезет 6 раз в воду, он поедет и припаркуется. Что, в принципе, тоже хорошо. Есть у нас еще одна возилка. Давайте ей тоже найдем свое место. Дядя, а куда ты поехал? А, у него уже была вода. Ну и ладно. Так, смотрите, у нас есть еще один ангар, который, в принципе, свободен. Тут парковочных мест нет. Мне так впадло их прописывать. Хотя, с другой стороны, мы можем вот этот трактор перегнать в другое место. Хотя, и это нам не сильно понадобится. Ну, давайте его поставим пока вот сюда, вот так вот. А вот этому трактору займем, соответственно, вот это вот место парковки, которое парковка-разбрасывалка-извести. Парковка-разбрасывалка-извести. Переименовываем ее. Парковка-возилка, пускай будет. Маленькая. Не знаю, есть там такая или нет. И, соответственно, тоже назначаем трактору и прицепу. И то же самое поставим припарковать по завершению. Да. Все. Это, в общем-то, назначено. У тебя, друг, сейчас работы особо нету, поэтому давай едь паркуйся. Далее, друзья. Что у нас далее? У нас есть вот такой вот замечательный комбайн. Ростельмаш, который нам давался в начале карьеры. Который обработал урожай с 20 почти 9 гектаров. Который намолотил миллион шестьсот литров зерна. И намотал всего лишь 76 километров. Этот комбайн нам по факту-то не нужен. Поэтому его можно смело продать. Исходя из этого, отправляем его в магазин продажи. Едь, продавайся и все будет нормально. Ничего, он стоит, портится здесь, правильно? Правильно. С этим вроде как разобрались. Далее, друзья. Вот этот вот зерновой элеватор. Мне в комментариях дали потрясающую идею. Чтобы не мучиться вот с этой вот штукой, поставите еще одну такую же штуку. И мы все тогда будем видеть. Хорошая идея, хорошая. Поэтому ставим. Только как бы это сделать, чтобы аккуратно и красиво было. Можно вот так вот. Я думаю, даже будет нормально. Вот. И теперь можно настроить их просто по-разному. Так это будет капец как долго. Во. Вот так вот обновилось у нас все. И геймпад не работает. Почему? Что-то баганулось. Ладно, вернемся. Так вот, друзья. В общем-то, у нас сейчас два вот таких вот бункера. Точнее, два стенда, да? Как это называется? Два индикатора. Теперь можно, не лазя в меню, видеть все, что у нас здесь есть. Это хорошо. Кстати, у нас есть почти миллион литров кофе. Его надо будет сегодня продать. Так, ты, товарищ, у нас катаешься, у тебя все прекрасно. Что ты уже тут навозил? Хоть чуть-чуть, а? 23 куба навозил. Молодец. Вот. С этим, друзья, разобрались. Далее. Есть у нас еще вот такая вот хреновина. Еще один элеватор, где у нас всякое тоже хранится. Я думаю, что сюда тоже надо поставить такую штуку. Пускай будет, правильно? Я имею ввиду дисплей. Я думаю, вот здесь вот он будет прекрасно смотреться. Кстати говоря, у нас еще немножко ил осталось с того момента, когда я последний собрал тогда. И ил у нас не появился. Вообще. То есть озеро высохло и все. Значит, он нам в принципе нужен. Удобрения лишними не будут, пускай они производятся. Да, сейчас я их продавать не буду, потому что это полный геморрой, но когда-нибудь, когда у нас их накопится прям до хренища и будет мост на другой остров, мы все продадим. Поэтому озеро тоже надо заполнить водой. Сейчас у нас товарищ, который возит воду, закончит работу. Мы его заправим, потому что там, скорее всего, топлива нету. Ну и в общем-то все. Отправим его заполнять озеро. Что-то как-то я быстро все сделал, то что собирался. Кстати, что у нас там с парковочкой? Ты заехал? Ты заехал. Ой, какой молодец. А, у нас там этот самый комбайн мы отправили на продажу. Погнали его продадим. Он сюда приехал, поэтому мы его продаем. 58 тысяч. Хорошо. Продаем. И жатку, соответственно, тоже продаем. Все, у нас есть какие-то деньги. Минимальное это прекрасно. Прекрасно. А, друзья, я что забыл сделать, то что я собирался. Надо еще провести автодрайв на загрузку и выгрузку вот этого вот элеватора, который мы поставили. Поэтому давайте его сейчас проведем. У нас есть как раз свободный трактор. Так что поехали трохи покатаемся. Продолжение следует. Ну вот, вроде бы и сделали красоту. Надо эту штуку еще проверить. И сделаем мы это простым способом. И этому товарищу, скажем, два раза съездить загрузиться. А, надо еще это по папочкам немножко. Это у нас пойдет в базу. Бздынь. И это у нас тоже пойдет в базу. Бздынь. Значит, элеватор карьер-загрузка. Едешь на элеватор карьер-выгрузка два раза и везешь туда Ил. Он у нас там есть. И задаваем, ну, то есть, просто проверить работоспособность маршрута. После этого он должен съездить припарковаться и все будет у нас хорошо. Вот, давайте, ребятишки, работайте. Сколько этому товарищу еще раз осталось съездить? Два раза. Отлично. Кстати, уже на обоих полях у нас требуется известь, но у нас ее нет. Сами понимаете. Поэтому пока что мы известью посыпать не будем поля. Такс. Он сюда доехал. Он открыл крышу. Он сюда подъезжает. Он это загружает. И, соответственно, он отсюда уедет. Это уже хорошо. Красавчик. Теперь смотрим выгрузку. Ну, выгрузка в теории тоже должна работать, конечно. Но на всякий случай, знаете ли, лучше проверить, чтобы потом не было какой-нибудь фигни. Сейчас-то время свободное есть. Сейчас мы можем за всем этим наблюдать. Ну, работает. Отлично. Шикарно. Умничка. Короче говоря, если что-то надо будет сюда или отсюда возить, у нас без проблем это будет делать автодрайв. Прелестно. Ну что ж, детишки. Вот и заканчивается у нас уборочная. И 10 часов утра всего. Довольно быстро убрались это два поля. Эти два поля. Правда, я, конечно же, активно помогал нашему комбайну и ездил, разгружал его. А я это делаю быстрее, чем автодрайв. По понятным причинам. Я надеюсь, тебе влезет в прицеп все оставшееся, потому что если там останется 3 литра в комбайне, будет обидно. Но вроде влазит. А также у нас параллельно еще и второе поле посев заканчивается. Так, я понял, ты поедешь на еще одну ходку обратно. Тебе это не надо. Все. Стой здесь. Ты молодец. Ты хорошо поработал. Жатку мы отцепляем. Сдынь. Комбайн мы складываем. Жаточку мы подцепляем обратно. И что мы сделаем? Правильно, мы отправим его на парковочное место, которое мы ему поставили в начале серии. Давай, погнал. А какими-то кругами он собирается ехать, но ничего страшного. Значит, далее вот этот товарищ. Ты едешь на мой элеватор и там разгружаешься. И последний товарищ, который у нас закончил работу. Я его, кстати, я проехал на комбайне 2 полоски. Ну, то есть туда-обратно. И поставил по курсплее вот этого товарища. Он у нас сеял клюкву. Не знаю почему, но захотелось мне посеять именно клюкву. Еще мне хочется посеять рис. Чисто, знаете, в таких экспериментальных целях. Просто посмотреть, что к чему. Поле мы тебе поставим 45. Пятое. Маршрут мы тебе сгенерируем тоже на 45 поле. И переставим тебя ручками. Так что давай едь работай. У тебя все получится, я знаю. Закончится семинас, ездишь, заправишься. Не маленький. Также наша лужица начала заполняться. Тут уже даже стала видна вода. И Ил появился. Ну, вот буквально, наверное, сразу же пара прицепов была отвезена. И все. Он довольно много накатал за полтора часа. Поэтому все нормально. А еще, друзья, я ездил, разгружался и немножко накосячил. Я, короче, рассыпал здесь эту самую травку нашу, которую мы собирали. Надо ее фрезой отсюда собрать. Итого, что мы собрали. Точно так же, как и кофе, мы собрали почти миллион литров. Чуть меньше миллиона. Так, давайте-ка его перехватим. И погнали фрезу возьмем. Подбирать-то мы фрезой будем. Бздынь. Подцепляем. Погнали высыпем вот этот вот остаток урожая. Высыпаем. Фрезу мы открываем. И сейчас будем с помощью нее работать. По-хорошему, друзья, конечно, еще Ил бы собрать. Но на самом деле немножко лень. Опять-таки это все делается только ручками. Я еще, знаете ли, после прошлого раза не отошел. А там кататься и кататься. Сейчас еще я тут коноплю собирал. Тоже долго. И все это вот без остановки катался на этом тракторе. Слушайте, а много я тут рассыпал, получается. Я просто кнопки перепутал. Это абсолютно случайно получилось. Я не виноват. Все. Готово. Трубу мы ей сворачиваем. А коноплю высыпаем. Вот так вот. Отлично. Погнали фрезу уберем. Туда, где взяли. Вот здесь, пускай она лежит. Так, не то отцепил. Понял. Ну и, друзья, давайте запустим вот этого товарища. Чтобы он поездил, покатался и продал весь наш урожай. И да, это будет долго. Я прекрасно понимаю. Кофе. Прайс Чоппер. Хельсинки. Така был. Пайн Валей Ауди. Пайн Валей Ауди здесь. Така был, по-моему, вот здесь. Нет, это кофейня Старбакс. Хоум Депут. Хельсинки. Така был. По-моему, это оно, да? Да. Прайс Чоппер, где находится, тоже хороший вопрос. Он находится на нижнем острове, поэтому самое единственное ближайшее, что мы можем, это порт Бирмингем по 886. Конопля у нас будет возиться на порт Вашингтон. Ну, в общем-то, тут все просто. Выставляем ему загрузку на элеваторе, а выгрузку порт Бирмингем, да? Да. А коноплю повезем на порт Вашингтон. Единственное, наверное, надо его заправить, потому что 117 литров у него всего осталось, а он всего 200 километров намотал. 200 литров потратил почти. Тут, боюсь, ему может не хватить. Топливо у нас пока что есть, поэтому не проблема. Погнали, заправим. Заправляемся. Во, полный бак под пробку. Прекрасно же. Выставляемся на дорожку. Бздынь и погнал. А, в общем-то, он будет кататься и продавать. Также, друзья, чтобы немножечко ускорить этот процесс, мы еще вот этого трактора тоже поставим в работу. Ты у нас тоже забираешься на моем элеваторе и едешь на порт Вашингтон и везешь туда коноплю. Погнал. А к же Сибишке мы возвращаемся, потому что я здесь поставил коноплю, а надо было кофе. Какао есть. Классно. Будем потом что-нибудь делать. Я люблю какао. Вот. В общем-то, эти два парня сейчас будут ездить кататься. Также у нас ездит сейлка, но она доездит, она никому мешать не будет. И ездит еще у нас бочка, которая возит воду вот сюда. Они, в общем-то, пускай катаются, а я пойду наберу себе в ванну и поплескаюсь. Там попускаю уточек, кораблики и что-нибудь там, короче, позанимаюсь какими-нибудь там делами различными. А потом, когда вот эти вот ребята все закончат, мы встретимся и продолжим и что-нибудь будем делать, потому что у нас будет дохренища бабла. Вот так вот. Они охренеть как долго ездят, это все возят. В общем-то, надо будет покупать еще технику для подобных перевозок. В общем-то, друзья, прошло дохрена времени. Я, честно говоря, не засекал, но можете вот отмотать до белого шума и посмотреть, сколько было тогда и сколько сейчас. В общем-то, они ездили не прерываясь. Еще один раз нужно отвезти кофе будет. Вот он сейчас повез и еще один раз повезет. В это время маленький трактор возил коноплю, но туда чуть-чуть ближе, поэтому это будет побыстрее. У нас на балансе есть миллион двести денег и, в общем-то, что-то нам надо на их потратить, да? Что-то нам надо прикупить. В общем-то, идем по плану. У нас была тактика и мы ее придерживались, да? Так вот, что мы купим? Мы купим вот эту вот территорию. Всю вот эту вот территорию. Покупаем. 602 тысячи она стоит. И надо, друзья, сюда съездить на тракторе. Здесь проложен автодрайв у того человека, у которого я его, в общем-то, свистнул. А мне это не надо. У меня заводы стоят не так, поэтому поехали и все там сатрем ких хринам. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну вот как-то так вот мы пока что оставим. Въезды-выезды оставляем старые, а здесь будем ставить предприятие. И первое, конечно же, что мы поставим, это будет топливный завод. Будем производить топливо, наконец-то. Какая-то пятая серия уже, да? Это я в самом начале говорил, надо начинать с топливного завода. И вот пятая серия, мы наконец-таки его ставим. Шил топливный завод. Уже какой ты здоровый, а? Так, размещаем его максимально вот сюда. Есть у меня подозрение, что он так и был расположен на старой карте автодрайва. Давайте даже вот так вот. И отлично будет. Значится топливный заводик. Вот так вот он выглядит. В принципе, я его на старых прохождениях ставил. Здесь мы выгружаем сорго тростник кукурузу силос. Он будет засыпаться вот в эти вот прекрасные такие, не знаю, что это, бочки, короче, для зерна. И здесь у нас будет заправка топливом. А вроде как по автодрайву автоматически он здесь заправляться не будет. Но мы это проверим потом. Если будет, то замечательно. Если нет, то ну как бы, ну плохо. Ну что поделать. По 500 кубов можно привозить сюда ингредиентов. И 500 кубов топлива может на выходе получиться. Здесь 4 разных линии. Поэтому если запустить все 4, то, соответственно, топливо будет производиться быстрее всего. Но на данный момент нам это не сильно интересно. Поскольку на данный момент топливо нам нужно только для транспорта. В общем-то да, почти я угадал здесь с этими проездами. Давайте, в общем-то, рисовать автодрайв. Ну вот как-то так. Автодрайв проведен. Все должно будет работать. И этот трактор можно прятать. В принципе, здесь есть еще место для, не знаю, пары-тройки производств. Если они какие-то небольшие будут по размеру, мы их сюда поставим. Этого трактора погнали поставим на место. Знаете, о чем я, друзья, еще подумал? Смотрите, у нас есть вот такая вот лужайка. Она довольно-таки большая. Здесь, правда, есть несколько деревьев, которые как бы мешают, наверное. Но лужайка прям здоровая. И на ней растет трава. На данном этапе нам эта трава не сильно нужна. Но в будущем она нам может понадобиться. А раз лужайка, здесь где-то еще вот есть маленькая лужайка. И, кстати, вот эта вот точка автодрайва, которая здесь еще одна есть, она, по-моему, так и называется лужайка. Да, это лужайка. Но вот до этой линии это все наше, вот до этой дорожки. Травы здесь много. А значит, что мы можем сделать? Мы можем взять брукс, спилить вот эти вот все деревья и начать потихоньку косить вот эту всю траву. На самом деле, вот эти деревья можно спилить. Травы так-то здесь много. С другой стороны, деревья пилить не очень хочется, потому что, ну, они падло красивые, но они падло мешают косить траву. Хотя, с другой стороны, вот этих лужаек, то, что здесь и есть, нам хватит за глаза. Наверное, да, друзья. Мы вот эти вот деревья, сколько их тут, штук 5, 6, 7, 10, мы их потом спилим. И вот это вот все дело будем косить. Так, дружище, стой, тебе еще один раз осталось отвезти кофе, но предварительно, друзья, давайте-ка мы отвезем... А, кстати, надо же этот самый точку сделать, папку, наверное, сделать, да? О, промзона 2, кстати, можно удалить. Сделаем папку топливный завод и топливный завод загрузка и выгрузка мы переместим туда. Загрузка, раз, и это топливный завод. Есть. Соответственно, ты едешь на топливный завод выгрузка и везешь туда кукурузу. И едешь ты 2 раза. У нас 50 кубов. Сделаем отвозить при уровне 0%, чтобы он уехал таки. И, в общем-то, давай, есть, катайся, посмотрим, чтобы точка работала. А то я, знаете ли, люблю накосячить где-нибудь и потом не работает. Вот так вот нарисовать точку, закрыть игру, сохранить, перейти куда-нибудь на работу, например, запустить автодрайв, чтобы он ездил, свернуть игру и пойти заниматься своими делами. А потом, оказывается, точка не работает. Так что надо проверить, чтобы все работало. Что у нас там по продажам осталось? Еще 506 кубов конопли и 46 кубов кофе. Один раз еще кофе надо будет съездить продать и все нормально. Блин, завод, конечно, здоровый, места занимает капец как много. Обычно топливные заводики делают маленькие, особенно размещаемые. Но да ладно. Так же, Сибишка, едь давай, загружайся. Если из этой кукурузы капец как мало топлива будет, то засеем поля кукурузы и соберем, не вопрос. Но вроде как должно хватать на первое время. Давай, друг, загружайся. Но эта точка-то рабочая, я вам это в курсе. Тут все нормально. Еще 7 кубов осталось. 7 кубов-то, кстати, больше 10%. Что можно было 10% и оставить. Сколько тебе по времени ехать? Минута 40. Нормально. Что у нас там за это время, кстати, по удобрениям? 62 куба удобрения уже. Можно один прицеп ила сюда высыпать. И, соответственно, удобрения забрать. Еще, кстати, семена произвелись до конца. Вся рожь переработалась. Я не помню, показывал я это или нет. Но, в общем-то, переработалась она уже довольно-таки давно. Тут еще вот есть семена у нас. Их тоже можно будет на склад перевести. Хотя тут уже разницы особо не имеет. Всего у нас семян еще на складе лежит. 323 куба. И еще сотка там. То есть 423 по факту. До конца карьеры должно хватить. Если я, конечно, не начну контракты какие-нибудь делать. Там на 80-е, 64-е поле. Удобрений тоже много. По факту их можно продать задорого. Но, сами знаете, что все точки продажи находятся далеко. На паромах ездить вообще не вариант. Меня все-таки жизнь учит, что не надо этого делать. Прям даже и вход, и стоянка есть. Правда, стоянка маленькая. Легковушки сюда не помещаются. В пропорциях иногда ошибаются от мододелы. Хотя, на самом деле, если сравнивать машины легковые, которые в игре есть, и трафик, который ездит даже по дефолтной карте, они тоже разных размеров. Причем очень сильно отличаются. Так, а ты куда поехал, а, друг? Потому что я тебе не туда сказал ехать, да? Эй, я лошара. Топливный завод, выгрузка нам надо. Блин, и круголярь поедет. Не надо нам такое. Я тебе сам разверну. Кстати, воды наполнилось уже много. Но пускай ездит пока. Давай, топливный завод, выгрузка. Выгружайся, и будешь молодцом. Ну, триггер он раз замедлился, значит увидел. И все прекрасно. Работает. Я так понимаю, со всеми будет работать. Так что все путем. Значит, друзья, что мы делаем дальше? Дальше я жду, пока все вот это вот, кстати, рис взошел. Видимо, вырастет он быстро. А и клюква взошла тоже. Прекрасно. Значит, завтра утром, скорее всего, будет уборка. Не будем три дня ждать. Что сейчас происходит? Я довожу оставшиеся вот эти вот ресурсы на продажу. Там разберусь с семенами и удобрениями. Все вот эти вот перевозки, все поделаю. Где-то еще 500 тысяч денег у нас будет в итоге. То есть, ну, чуть меньше миллиона в начале следующей серии у нас будет. И будем его тратить, а также убирать урожай. И, скорее всего, тоже поедем его сразу продавать. Посмотрим, что к чему. Так что, если вы следующую серию хотите побыстрее, то надо набрать это хренище лайков. Она, скорее всего, уже записана. И мне нужно ее только опубликовать. Если я увижу, что вам надо, я это сделаю побыстрее. Честно-честно. И комментарии тоже, в общем-то, какие-нибудь. Пишите, что вы думаете по поводу всего вот этого вот прохождения. Спонсорам на Boosty отдельное спасибо. Кстати, на Boosty уже еще больше серий есть записанных. Так что, кто хочет, добро пожаловать. Ссылочки на все в описании, конечно же, есть. И, в общем-то, все на этом у нас. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилой. И всем пока-ки.